Приветствую вас! Насколько я помню, вам психологией вообще заниматься нельзя, потому что у вас есть свои противоречия, вот, и если у вас есть противоречия, то соединения психологии вам противобогатны. Значит, по поводу вашего запроса, я отвечу так, что, поскольку существуют две области, да, две области, психология искусства и психология одаренности, вот, то необходимо понимать, что психология искусства изучают психологические особенности этого направления, а психология одаренности, значит, позволяет раскрывать в людях их творческий потенциал. Изучение психологии искусства не означает, Александр, что вы будете раскрывать способности свои, творческие, например. Занятие психологии искусства также не означает, что вы будете раскрывать свои возможности, свои способности. Вот. Психолог искусства работает с теми, кто занимается искусством. Те, кто занимается искусством, психологией искусства заниматься не могут, потому что, ну вот, например, творчество, да, это что такое? Это спонтанность, да, творчество это спонтанность. Соответственно, нельзя спонтанность пытаться подчинить, например, какому-то алгоритму. Вот. Поэтому ваш вопрос выглядит по меньшей мере странно, хотя бы потому, что психологию искусства и психологию одаренности нельзя воспринимать в отрыве от общих дисциплин психологии. Вот. То есть вам, вы не сможете изучать психологию одаренности, психологию искусства, да, если не будете знать психологию в целом. А психологию в целом вам изучать сейчас не рекомендуется, потому что у вас есть свои собственные проблемы. Вот. Знаете? Поэтому, если вы хотите раскрыть свой, свой творческий потенциал, если вы хотите раскрыть свои способности, по поводу чего были заданы ваши предыдущие вопросы, то вам нужно работать с психологом на эту тему. А если вы хотите изучать психологию, психологию искусства, одаренности, вот, и так далее, что в таком случае вам нужно обучаться на психолога сперва, да, и получить психологическое образование, а не просто вот изучать какую-то отдельную дисциплину. Потому что много-много вам станет непонятно. И многие знания в отрыве, в отрыве от, ну, то есть много-много то, что написано в литературе по психологии искусства и психологии творчества в отрыве, в отрыве от общепсихологических знаний. Вот. Нанесут вам скорее вред, чем пользу. Понимаете? Вот. Поэтому еще раз определитесь с целями. Определитесь с целями и определитесь конкретно за средствами. Вот. Если проблема раскрытия ваших способностей остается, психологию вам, как психологу, будет закрыт. Изучать психологию для того, чтобы помочь себе самому, не вариант совершенно. Потому что нельзя прочитать книгу, да, и решить какую-то проблему. Это как, ну, по аналогии, да, такая банальная, банальная немного аналогия. Ну, вот, нельзя прочитать инструкцию, инструкцию по починке автомобиля, да, и взять и починить автомобиль сразу. Поэтому нужно учиться. А учить, научить вас может только специалист. Вот. Понимаете, Александр? Поэтому, на мой взгляд, то, что вы сейчас делаете, да, это рационализация. Вот. Это, ну, такой вот механизм, механизм защиты. Рационализация. Вот. Вы можете почитать о нем в интернете. Вот. Вот это то, что вы делаете. То есть, вместо реального решения проблемы, да, вместо реальной работы на это решение проблемы, вы ищите пути в обход. Ух, в обход. Которые, по сути, провоцируют у вас только лишь еще большее развитие невроза. Ну, невротических моделей. Вот. Понимаете? Вот это то, что видится мне. Это то, как мне видится ваша история. Вот. Так что, надеюсь, вы сделаете для себя правильный вывод. Надеюсь, вы сделаете для себя верный вывод и будете идти именно к своей цели. Просто понимаете, если бы вы хотели решать психологию, да, для вас такого бы вопроса не стояло. Вы бы это знали сами. Вот. Если бы вы хотели решать психологию. Вот. То есть, вы бы сразу поняли, что, ага, вот я хочу, там, мне нравится психологию. Говорят, вот что я хочу быть, там, психологом искусства, допустим. Хорошо. В таком случае, если я хочу быть психологом искусства, например, то я, там, должен, соответственно, ну, изучить, изучать психологию, как науку. Вот. Видите? И такого бы вопроса у вас уже не стояло, как вы знаете сейчас. А раз стоит, значит, вы психологию, как таковую, изучать не собираетесь. Вот. А это значит, что вы изучаете её для своих целей. А целей могут быть только проблемы. А проблемы через изучение психологической литературы не решить. Вот это простой момент. Я надеюсь, вам смогут донести. Вот. То есть, ваш вопрос исключает один из вариантов. Факт вашего вопроса исключает один из вариантов. Вот. И всё. Что вы будете с этим делать, это уже, конечно, вам решат. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Редактор Субтитры создавал... ...в общем, может, этого не efficaces. Если, как раз смотрели, вы... ...эти, как мама мил matin, которую неосматр psicano такие... ...я resultado так хорошийstra intentional